Кутаисский преступный клан всегда был одним из самых влиятельных в русинской воровской семье. Очередной его представитель появился на свет в Кутаисе в 1954 году. С раннего возраста он засматривался на воров в законе и в итоге решил проявить себя на криминальном поприще. Коронация Тимури прошла в 1970-м. На тот момент ему исполнилось 16 лет. Его крестным отцом и наставником стал Бульдог. После получения высшего воровского статуса немцы Цверидзе стал полноценным участником кутаисского сообщества. Он принимал участие в коронациях и сходках. Сам он крестил 33 стремящихся, причем 25 из них за один день на массовые коронации 2012-го. В тот день сторонники Триэла Аняни решили кардинально пополнить свои ряды, чтобы противостоять клану деда Хасана. Среди крестников самым известным стал, пожалуй, Юрий Пичугин. Пичуга. В 1977-м Цриба был впервые осужден. На один год суд города Кутаиси приговорил его за совершенную им кражу. В 1981-м Тимури вернулся в тюрьму на полтора года за бродяжничество и попрошайничество. А в 1983-м по той же статье его определили за решетку уже на два года. В 1990-е вор в законе уже обитал в Москве, где стал также влиятельным законником. В марте 2001-го его задержали с наркотиками московские оперативники. И даже состоялся суд. Однако уже в следующем месяце Тимури был на свободе в Грузии, присутствуя на похоронах Бадри. В 2005-м его вновь задержали на улицах российской столицы и при досмотре нашли у него наркотики. На этот раз состоявшийся суд дал авторитету срок всего два года, да и то условно. В 2008-м немцы Цверидзе принимал участие на знаменитой сходке сторонников Таро, состоящейся на теплоходе. Был задержан в числе прочих своих коллег, но почти сразу отпущен. В начале десятых авторитет перебрался за границу. Он был замечен в Дубае, Турции, на Кипре, в Литве, где его задерживали и переправили в Италию. Тимури проходил по делу против группировки Мераба Сухумского. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам. После освобождения авторитет перебрался в Турцию, где и проживают на текущий момент.